Всем привет поближе. Я не знаю, как долго я буду еще ездить с этими коробками. Скорее всего, долго, потому что мне почему-то их оттуда доставать. Но ничего, когда приспичат мне сделать какой-нибудь DIY, я точно их оттуда достану. Я упаковала коробочку с американскими батончиками и еду сейчас на почту отправлять. Плюс к этому мне нужно будет еще заехать в строительный магазин. У нас, кстати, людей стало поменьше и очень много людей в перчатках и в масках, и меня это очень радует. Но у нас никто не вводил карантин на законодательном уровне. Никаких мер вообще не предпринимается. Все, как говорится, по своей собственной инициативе. То есть люди одевают маски и перчатки. Даже на рабочих местах я видела в банке вчера. Но это все, скорее всего, потому что люди сами ответственны за свое здоровье и как-то пытаются себя уберечь. Не хочу ничего плохого говорить, но если у нас парад планируют проводить 9 мая, стоит ли? Не знаю. Ладно, короче, поеду. Новость дня. Нам привезли велосипед. Ребенок будет кататься, потому что она уже так давно хотела. Я Геракл. Сейчас мы его отсюда достанем. Корзинка, сидушка, задние колеса, багажник. Я не уверена, что из меня хороший будет собиральщик, но я попробую все это сделать. Тут вообще инструкция есть. Вот он наш красавец собранный. Сама я не смогла собрать. Боялась, что что-то на косячи, поэтому попросила соседа. Он пришел и нам собрал. Ты бы тоже решил покататься? Кекс. Но он прикольный. Единственное, что корзинку мы сняли, потому что колеса из-за нее не видела колеса. Но ей пока что тяжеловато, конечно, дается. Ну ничего, если я умею кататься, то она точно уже сможет научиться. Так, ребятушки, я тут с очень классной прической, не просто таксила. А что я хотела вам показать? Хотела рассказать, что я сегодня на пять минут забежала в Фикс Прайс, не могла себе просто в этом отказать. Благо там практически никого не было. Я надеялась на то, что очень будет мало людей. И у нас, в принципе, даже в банке сейчас не разрешают находиться более 10 человеком в помещении одновременно. И эта система поддерживается специальным сотрудником, который не запускает больше людей, чем необходимо сразу в помещение. В Фикс Прайс я была рано-рано утром, поэтому там практически никого не было. Я в одном из прошлых видео показывала эту доску. Я купила все-таки ее. Это вот такая вот доска. Это доска для каких-то заметок, для записи. Здесь написано Прямо как мне нужно. Здесь в комплекте шло 4 вот таких вот кнопочки, специально чтобы прикреплять сюда какие-нибудь бумажечки с важными вашими делами. Стоила эта фиговина сколько? Наверное, 199 рублей, если я не ошибаюсь. Здесь сзади есть два вот таких вот крючка с одной и с другой стороны. И мне очень-очень нужна была эта доска. Почему? Потому что я планирую планировать каждый свой рабочий день очень тщательно. И мне надо, чтобы перед глазами у меня все-таки четко было видно-понятно, где у меня что, в какое время она планирована. Поэтому вот купила эту штуку. Следующая на очереди нас идет вот такая вот баночка. Это даже не банка, а кашпо. То есть это вазон специально для растений. Возможно для растений, а возможно для искусственных цветов. Точно там, знаю, были белые, возможно были еще и розовые, но в наличии их не было. Там еще были такие неглубокие, вроде корыца. И там тоже было написано flowers, но я решила выбрать вот такой, потому что он идеально подойдет под цвет кухни, который я хочу делать в будущем. В этот раз у нас покупочек было совсем немного, поэтому я вас надолго с покупками из Fixed Price не буду задерживать. Эта банка на сколько литров? Мне интересно. 2500 кубических сантиметров. Здесь на крышечке есть силиконовая специальная прокладка. Мне очень нравится. Пособачье, пособа-х-це. Как это вообще просносится, пох-то мой. Короче, вот пособачье это вроде достаточно хорошая такая марка посуды. И я давно очень хотела себе такую емкость. Я думаю, что туда можно складывать что-нибудь вкусненькое. Может конфеты, может орешки. По моему виду, наверное, можно подумать, что я заболела. Хотя на самом деле я просто очень хорошо покушала, покаталась на велике. И сейчас мне как бы хочется поспать, но я решила пожертвовать сном ради того, чтобы показать вам всякие разные интересности с Fixed Price. Короче, вот в такой вот баночке набор резинок. Здесь их 20 штук. Стоил 99 рублей этот набор. Здесь конкретно у меня 4 разных цвета. Темно-коричневые, темно-зеленые, бордовые и розовые. Так как резинки у нас очень-очень-очень-очень быстро куда-то улетучиваются. Я решила, что резинки точно не будут лишними, поэтому взяла и купила. Еще кое-что хотела показать, но это совсем не относится к Fixed Price. Но, возможно, вам будет это интересно. Сегодня забрала из почтового ящика посылочку, которая пришла мне с Алиэкспресс. Только тогда как-то это теперь открыть. Нашла. Как открывать? Так. Это вот такие вот носочки. Но они не эластичные. То есть они не будут в облипку по ноге. Вот. Смотрите, какие красивые. Особенно с какими-нибудь красивыми босоножками. Я думаю, будут смотреться вообще очень-очень круто. Но вот конкретно эти носки на руках оставляют черные следы. То есть ворс черный остается. И это, честно, вот не очень приятно. Поэтому я думаю, что разочек я постираю, посмотрю, как будут эти носочки себя вести. И потом уже скажу вам, стоят они того или нет. Но они стоили совсем недорого. То есть вообще прям какие-то сущие копейки. Короче говоря, расходимся. Потому что что? Потому что посмотрите на это безобразие. Сейчас я вам покажу. Я их просто сполоснула немножко с мылом. Все начинает просто слазить. Посмотрите, у меня все осталось на руках. Короче, знаете что? Не берите это. Никогда! Это единственная посылка, наверное, из последних, которые я получала, которая меня прям очень сильно расстроила и разочаровала. Смотрите, что происходит сейчас с руками. Я просто чуть-чуть смочила водой с мылом. Все. Расходимся. Еще одна радостная новость. Посмотрите, все-таки нам установили дверь. Дверь, которая потом впоследствии будет выходить на веранду, которую мы тут собираемся делать. Я не знаю, конечно, не в этом году, не в следующем, скорее всего. Но мы точно ее сделаем. Крытую веранду. И мы решили сделать вот такую вот панорамную дверь. Стеклянную. Тебе нравится, малыш? Где бантик потерял опять? Бантика сегодня тошнила, кстати. Бедняжечка. Застряла. Эти маленькие колесики просто ниже, чем это основное колесо. И тут как раз углубление в дорожке. Кстати, вот колесики, которые мы поменяли. Они, конечно, не очень красивые, но зато они хорошо ездят. Правда, Алиса? Да. Привет! Как ваши? Ничего? У нас сегодня очень замечательный день. Знаете почему? Потому что я наконец-то собираю кровать. Я наконец-то сейчас делаю что? Делаю замеры для того, чтобы делать основания. И еще много чего интересного у нас сегодня предстоит. Но прежде чем пойти окончательно заняться работой, хотела поделиться с вами все-таки теми сериалами, которые я посмотрела, и мне очень они понравились. Потому что я точно знаю, что у многих сейчас на карантине очень много свободного времени, и они наконец-то могут позволить себе смотреть те сериалы, которые раньше у них не было времени смотреть. Так вот, первый сериал, который я сейчас смотрю, вышел новый сезон. Это сериал «Озарк». Это очень интересный сериал. Он такой немножко мрачноватый, снят тоже в мрачных таких красках, но мне очень понравилось тем, какой там сюжет запутанный. Сериал о том, как совершенно законопослушный мужчина вдруг из-за просто воли случая и непредвиденных стечений обстоятельств ему пришлось ступить на скользкую дорожку отмывания денег. Очень интересный сериал, обязательно посмотрите. Я с нетерпением ждала третий сезон, и наконец-то он вышел. Я сейчас смотрю за хлеб, не могу остановиться. Следующий сериал, который я хотела вам посоветовать, это сериал «Ты». Этот сериал, наверное, у многих на слуху, потому что он рассказывает про парня, который ведет достаточно интересный образ жизни. Он работает в книжном магазине, и тут однажды заходит девушка, которая ему очень сильно понравилась, и он начинает пристально за ней следить. Следить в прямом смысле этого слова. Весь сериал супер захватывающий, держит в постоянном напряжении, поэтому обязательно его тоже посмотрите. Еще один из сериалов, который я хотела вам посоветовать, это видоизмененный углерод. Я его посмотрела совсем недавно, и мне очень он понравился, потому что он рассказывает про будущее, про то, каким оно может стать в ближайшем, а возможно и не в ближайшем будущем. Честно, я не буду спойлерить, но там очень симпатичный главный герой, поэтому тем, кому нравится фэнтези и такие интересные полукосмические сериалы, обязательно его посмотрите. Еще один сериал, который я смотрела тоже достаточно недавно, это «Сексуальное просвещение». Я думаю, что очень многие про него слышали. Очень легкий молодежный сериал. Сериал, который достаточно интересный. И так как я, в принципе, уже не нахожусь в том возрасте, когда учусь в школе, даже в университете я уже не учусь. Фа, что за волос? Почему они сегодня не могут оставить меня в покое? Мне в любом случае было очень интересно его смотреть. Он, кстати, тоже смотрится залпом, даже в ущерб сну иногда. Еще один сериал, который, скорее всего, тоже очень многие слышали, но вдруг, если вы не слышали, обязательно его посмотрите. Это «Острые козырьки». Это сериал про гангстеров, про бандитские группировки начала 20 века, которые промышляли в Бирмингеме. Там только один главный герой, чего стоит. Обязательно, обязательно его посмотрите. Но и как все предыдущие, про которые я вам рассказывала, он реально не отпускает. Хочется смотреть и смотреть, потому что то, как он снят. Игра актеров, костюмы, вся эта атмосфера. Это очень классно, серьезно. Посмотрите, еще один сериал, он очень коротенький. «Дракула» — это сериал 20-го года. Я, если честно, много вот этого сериала не ждала, но мне очень понравилось тоже, как это все снято. Если вам нравятся коротенькие сериалы, которые не заставляют вас зависать на 5 сезонов по 30 серий, то можете его посмотреть тоже на вечер, я думаю, вам хватит. Еще один сериал, который просто потрясающий. Это невероятная «Миссис Мэйзл». Этот сериал рассказывает про девушку-комика. И в течение вот трех сезонов, которые я посмотрела, если честно, я не знаю, сейчас 3 или 4 сезона, но я вот буквально недавно досмотрела последний сезон, который недавно вышел. И этот последний сезон мне тоже безумно понравился. Для тех, кто любит юмор, для тех, кто сомневался, что девушки могут шутить, обязательно его посмотрите. Еще один сериал — это «Мессия». И этот сериал рассказывает про интересную историю одного человека, к которому никто не может однозначно относиться, потому что кто-то считает его пророком, кто-то считает его шарлатаном и обманщиком. Но смотреть этот сериал очень интересно. Я в конце сезона осталась в таком состоянии подвешенном, когда ты не понимаешь, на самом деле не можешь сама разобраться в своих мыслях, то ли это на самом деле мессия, пророк, который может исцелять людей, то ли это шарлатан. Короче говоря, обязательно посмотрите. Чуть позже, наверное, в следующем влоге я поделюсь с вами теми фильмами, которые меня не оставили равнодушной за последние полгода, может, год. Если вам интересно, кстати, напишите. Было бы вам интересно, если бы я рассказала вам про книги, которые я прочитала недавно, которые тоже мне очень сильно понравились. Ну или не понравились. И если вы хотите узнать мое мнение по каким-то вопросам именно касательно фильмов и книг, то обязательно напишите мне об этом в комментариях. Все, я пойду, короче, заниматься делами и вас целую. Увидимся чуть-чуть позже. Всем самого-самого доброго утра. Я наконец-то просто вне себя счастье. Почему? Потому что мы наконец-то сделали мягкое сголовье для моей кровати. И это получилось даже круче, чем я себе представляла, потому что я, конечно, надеялась, что будет красиво, но я не думала, что мне настолько сильно это все понравится. Я сегодня там, кстати, уже спала как в коконе, в таком уютном, мягком. Нам, конечно, еще много работы с тем, чтобы задекорировать все это пространство, потому что голые стены я оставлять не хочу. Но я уже очень-очень рада тому, что получилось. Мы переделывали кровать. Я наконец-то уложилась в новый матрас. Ну и, конечно же, само изголовье. Оно просто потрясающе красивое. Нам осталось совсем немножко. Я, наконец, скоро смогу снимать свои влоги. Не только в одном месте, на стуле, где более-менее хороший фон, но еще и здесь комната начинает преображаться, и я этому очень-очень-очень-очень рада. Эта вазочка, которую показывала в одной из недавних распаковок покупок из FixPrice, она сюда просто идеально подошла. Посмотрите, как все красиво сочетается. Из новостей. Я заказала светодиодную ленту, которая должна прийти, я не знаю, когда. Я, если честно, даже не берусь предполагать, потому что посылки из Китая как-то очень странно приходят. Здесь у меня осталось небольшое пространство, где-то около сантиметра. И я хочу пустить по всему изголовью внутри подсветку. Она идет RGB, она переливается разными цветами. То есть можно выбирать, какой цвет тебе больше нравится под настроение. Или розовый, или белый, или даже зеленый под цвет стены. Уже с понедельника, скорее всего, я начну придумывать, обудумывать и планировать декор этой комнаты, потому что нужно пустые стены эти каким-то образом украшать. У меня есть несколько интересных, очень таких классных идей. И я определенно точно их воплощу в жизнь, потому что раз уж с изголовьем я справилась, то с декором тут уже грех не справиться, потому что там все не так сложно, как было с изголовьем. Кстати, те, кто в прошлом о влоге голосовали за более темный оттенок розового, в итоге победили, потому что именно этот розовый с зеленым смотрится просто потрясающе. Смотрите, что я придумала. У меня от моих часов, которые я покупала в фикс-пресс, осталась вот такая вот картонная коробочка. И она просто идеально подойдет для того, чтобы хранить здесь на столе какие-то свои гаджеты. Это моя читалка, ключи от машины, ежедневник. Здесь еще также хранится моя камера, на которую я сейчас снимаю, и два моих телефона. То есть это все не валяется по столу. Но вот так вот организовано в этой коробочке, которая больше напоминает поднос. Я думаю, чуть-чуть попозже я ее задекорирую, тоже что-нибудь интересное с ней придумаю, чтобы она посмотрелась более подходящей для моего стола, для моего декора. Конечно же, порядок у меня на столе, он очень ненадолго, но я сейчас все это поубираю. Но я постараюсь по максимуму поддерживать всегда порядок на своем рабочем столе и держать его максимально пустым и чистым, чтобы было мне проще дышать, потому что это всегда очень сильно на меня влияет. Кстати, если вы не видели, я хотела показать вам мой трипод, на который я обычно фотографируюсь. Кстати, последние фотографии сделаны именно с помощью него. Это от Xiaomi, вот такой вот треног, тренога такая. Она вот настолько увеличивается в длину, но самое интересное даже не это, а то, что здесь есть вот такая вот кнопочка. Сейчас я ее включу, которую можно достать вот так. Сейчас я ее достану, вот. И она работает как спусковой затвор. То есть ты коннектишься к своему телефону. И нажимая на эту кнопочку, ты можешь брать и фотографировать себя. То есть тебе не нужно постоянно держать в руках телефон, и тебе не нужно, чтобы тебя кто-то фотографировал, потому что ты можешь это делать самостоятельно. Очень классная штука. Если что, кстати, ссылку я на него оставлю, потому что конкретно он меня вот спасает постоянно. Нам сейчас привезли туи. Целых 13 штук. Ну, это, конечно, немного, но я уже рассказывала, какой именно участок мы хотим засеять этими туями, чтобы потом получилась живая изгородь. Мне очень-очень хочется живую изгородь из туи, потому что мне кажется, что это смотрится очень-очень красиво. Плюс к этому это какой-то дополнительный, наверное, элемент защиты от посторонних глаз, наверное. Потому что я сейчас почему-то очень-очень болезненно к этому отношусь. Не знаю, почему, скорее всего, это накладывается тем, что я всё-таки немного публичный человек. Любое вмешательство в своё личное пространство, в свою жизнь воспринимаю как нападение. Я всегда, когда нахожусь где-то в каких-то общественных местах, очень за то, чтобы ко мне подходили, сфотографировались, обнялись, немножко поговорили. Но когда я нахожусь в своём доме, мой дом — это моя крепость. Мне хочется, чтобы всё здесь было максимально огорожено от посторонних глаз. Я думаю, что очень многие меня поймут, потому что в доме хочется чувствовать себя защищённой, хочется чувствовать себя максимально уютно, комфортно, чтобы тебе не казалось, что где-то кто-то в окно за тобой подсматривает или ещё что-нибудь. Даже когда ты живёшь в квартире, и от тебя дом соседний находится на небольшом расстоянии, всегда очень стрёмно, что кто-то за тобой наблюдает. Я думаю, что вы меня понимаете. Мыша! Что она сделала? Обожрала весь хлеб. Да ради бога, вкусный хлеб. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok